Добрый вечер! В эфире специальный выпуск программы «Новости дня» в студии Наталья Мороз. Корреспонденты ОРТ сегодня весь день следили за тем, как оренбургцы и гости города празднуют этот особенный день. И готовы рассказать о самых заметных событиях. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА День 9 мая – один из самых любимых для оренбургцев. И в этом году его отмечают с особым размахом. Главным будет, конечно же, парад на площади. И чтобы занять место на трибунах, люди приходят сюда заранее. В этом году на площади Ленина установили трибуны. Они вмещают 3,5 тысячи человек. К 10 часам все они заполнены. В центральной части – ветераны. Так как противоэпидемические меры не отменены, большинство из них привиты от коронавируса. Многие в масках и перчатках. К почетным гостям особое отношение. Их воспоминания – часть большой истории. Был водителем тягача противотанкового орудия. И в боях был два месяца с лишним. А в 44-м году имел ранения тяжелые. Победу встретил под Прагой на реке Волтава. С одной стороны были американцы, а с другой – мы. Железо дорожный. Линии стянули. Ремонтирули. Как война началась, прекратили. Учили на рейсе, таскали, меняли по железной дороге. Третий отдельный железной полк у нас был. 11-й на запад забрали железной дороги. И на восстановление охраняли железную дорогу. Только пропускаю войну. Дата 9 мая навсегда останется в сердцах людей. Арибушцы тоже внесли свой вклад в борьбу с фашизмом. Более 400 тысяч жителей области ушли на фронт. Сотни тысяч остались трудиться в тылу. И сегодня главные слова поздравлений и благодарности в их адрес. Война была долгой и кровопролизной. Но мы победили. Победили благодаря единству и правду нашего, нашего народа. Благодаря всеми духа и любви к отчизне. Подразделения за подразделениями. На главной площади Оренбурга чекание шаг проходят войска. Около двух тысяч человек. Те, кто достойно выполняют воинский долг и чтят боевые традиции. Равнение на трибуну. Туда, где сидят ветераны, друженики тыла, дети войны. Государственный флаг Российской Федерации и знамя победы. На площади появляется военная техника. Возглавляет колонну легендарной Т-34. Боевой танк впервые за 50 лет участвует в параде победы в Оренбурге. Знаменательно, что техника идет своим ходом. За знаменитыми машинами – современное вооружение. Всего в параде принимают участие около 30 единиц военных транспортных средств. Способен пробить броню любого современного танка на дальность до 6 километров. Среди зрителей немало и тех, для кого война – только воспоминания дедов и прадедов или рассказы в книге. Но и они знают ценность победы и будут помнить своих героев. Этот праздник победы дал жизнь всем тем, кто сегодня присутствовал на этом большом празднике. День победы – наш самый главный праздник. Праздник мира на земле. Это наш праздник, наших дедов. Вот у меня дед – участник парада победы 45-го года. Поэтому мы чтим память наших людей. Мы должны это помнить. Ольга Энгельс, Владислав Горбунов, Новости дня. Сразу после парада по традиции почетных гостей приглашают на солдатскую кашу. Обычно это проходило в парке «Салют Победа». В этом году из-за реконструкции музея под открытым небом изменилось место проведения. Тарелка каши, фронтовые 100 грамм остались неизменны. Солдатская каша – как символ памяти о трудных годах войны. Конечно же, сейчас ее готовят из хороших продуктов и совсем по другим рецептам. На столах ветеранов и хлеб в достатке, и порции не мизерные, как в сороковые. А под песни военных лет в исполнении местных артистов можно спокойно танцевать, не опасаясь бомбежек. Они заслужили этот праздник. За одним столом с главными героями праздника – первые лица города и области. В теплой обстановке они пожелали участникам Великой Отечественной и труженикам тыла крепкого здоровья и поблагодарили за мирное небо. В прошлом году из-за коронавируса торжества в честь Дня Победы были отменены. Поэтому этой встречи фронтовики ждали вдвойне. Сегодня вспоминали всех – и тех, кто не дожил до 76-й годовщины, и подвиги славные дела тех, кто еще в строю. Современные буки, ракетные установки и пушки советской эпохи. В честь 9 мая в Оренбурге открылась выставка «Показ вооружений и военной техники». Чем воевали солдаты Победы и что стоит в арсенале российской армии сегодня, расскажет мой коллега Вячеслав Кампе. Это зенитно-ракетный комплекс С-300. За его развертыванием на выставке пристально наблюдают сотни оренбуржцев. Техника поражает не только своими возможностями. Она способна уничтожить сразу несколько целей на любой доступной высоте. Но и своими размерами. Длина только одной ракеты – около 10 метров. Детям показать, да, самим интересно. То есть ракетные комплексы интересные. Почитать характеристики. Ну и детям, естественно, показать. Впечатляет, конечно, интересно. Технику смотрим. То есть если у нас в Оренбурге такая техника, можно представить, что в России есть еще. Но чтобы уничтожить цель, для начала ее необходимо обнаружить. За это отвечают системы радиолокационной разведки. Специальные уши такой установки способны выследить даже самого скрытого противника. Это 35Н6 – радиолокационная установка на базе Урала. Она способна определять все низколетящие цели в воздухе в радиусе 160 километров вокруг себя. То есть ни один шпионский дрон или беспилотник не останется незамеченным. О названии этой полевой артиллерийской установки знают все. Экспонат становится настоящим центром притяжения для детей. Знаменитая «Катюша», точнее ее современный модернизированный аналог, до сих пор в строю и по-прежнему поражает возможностями своего залпового огня. Калибр 122 мм. Получается, один снаряд вылетает, полный залп идет буквально в районе минуты. Вылетает все 40 снарядов по очереди, поочередно. Отдельное внимание на выставке уделяется технике советской эпохи. Это противотанковая пушка МТ-12 «Рапира». Скорострельность по современным меркам средняя – всего 6 выстрелов в минуту. Однако броня ни одного танка того времени не могла выдержать прямого попадания снаряда «Рапиры». Отлично. Дети очень довольны. Все так интересно. Техника в хорошем состоянии. Нравится то, что все доступно, что можно полазить, все везде посмотреть. Каждый год ходим сюда с внуками, с внучкой. Все нравится, смотрят, все замечательно. Папа мой – участник Великой Отечественной войны, поэтому чувство патриотизма у внуков. Выставка вооружения ежегодно собирает сотни и тысячи горожан и гостей областного центра. В этом году на ней представлено около двух десятков единиц техники. Вячеслав Кампо, Семен Воробьев. Новости дня. Празднование Дня Победы сегодня проходит по всему Оренбургу, но главная площадка – на Центральной улице. Песни, танцы, театрализованные представления – все, что рассказывает и наглядно показывает, как ковалась Победа. Праздничные мероприятия здесь начались сразу после парада. Венчал их в смотр конкурс твоего песни. Подробнее Анастасия Кубатко. Синхронно, дружно и патриотично, ведь как иначе можно исполнять песни военных лет. Здесь и знаменитая «Катюша», и «Журавли», и вот как сейчас знаменитый 10-й батальон. Все это в исполнении кадетов Оренбурга. Девять отрядов, в каждом 48 человек, но их голоса звучат как один. Низкий тэбр, отточенные до мелочей движения, парадная форма. На пути к победе важны детали. Строевая слаженность, четкость шага, соответствие строевой песни, тематики незадумной, соответственно, звучание, знание слов. Решение жюри безоговорочно. Три призовых места – первое, самое слаженном. Исполнителям песни – несокрушимое и легендарное. Эмоции только положительные, готовились долго. Репертуар песни выбран. И, наверное, это самое главное, что нам помогло – победить. Пока для одних исполнение песен соревнования, а для других – порыв сердца. И когда, как ни в день победы, исполнять любимые строки. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Вставай, самогромная, вставай на смертный бой. На поле танки грохотали, солдаты шли в посредний бой. Улыбки и просто общее настроение праздника – вот она, советская сегодня. На груди практически каждого георгиевская ленточка. Кстати, на многих детишках сегодня военные пилотки. Стоит отметить, центральная улица сегодня как единый организм. Пока по левую руку проходят флешмобы, по правую – настоящие сражения. Днем победы! А еще тематические выставки, концерты, фотозоны и даже площадки, которые в прямом смысле переносят в прошлое. Вот, например, медчасть, костюмы, приборы – все, как раньше. Все, что баринбуржцы прочувствовали. Война была не так давно. Никогда не забывать, что была такая война, и гордиться своими предками, которые отдали свои жизни. Мирного неба, во-первых, над всей планетой. И чтобы никто не забывал о том, что это мирное небо обеспечено теми, кто воевал во Второй мировой войне. Вместе с рейнбуржцами главную площадку празднования Дня Победы посещает и губернатор. Совместное фото с участниками праздника. После делится впечатлениями. Мы видим инициатив горожан, которые здесь представили, как связанные с тематикой Победы, так и не с тематикой. Но в целом, что очень нравится, много детей, много людей гуляет. И все радуются, наверное, как в 45-й год. Череда праздничных мероприятий на этом не заканчивается. Весь день для оренбуржцев выступления музыкантов и театрализованные представления. Уже по традиции кульминацией станет вечерний концерт и салют. Анастасия Кубатко, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. А накануне в Оренбурге почтили память героев, павших во время Великой Отечественной войны. Традиционным возложением цветов к вечному огню. Мероприятие начинается с минуты молчания. После десятки горожан несут цветы к вечному огню. Первыми это делают представители власти, за ними руководители назорных и правоохранительных ведомств, ветераны, общественники и горожане. Клоны желающих положить букет из гвозди к вечному огню движутся в течение получаса. После церемонии возложения цветов продолжается у братской могилы советским воинам, умершим в годы войны в госпитале Харренбурга. Тогда в областном центре размещалось более 20 военных госпиталей, в которых на лечении находились воины советской армии. Большинство после излечения возвращались громить фашистов, но тяжело раненых, как правило, спасти не удавалось. Сегодня в госпитале ветеранов войн продолжают лечить участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Проведать пациентов приехал и глава региона. Мы пришли вас поздравить с великим праздником, с великой победой. Очень благодаря, спасибо. Вам огромное спасибо. Спасибо, что у нас есть и что у нас победили. И что вы нас не забываете. Разговор об урожае, военные годы и положении дел в хозяйствах сегодня. Филипп Павлович, несмотря на свои 89, в курсе всех последних событий в городе и области. Он труженик тыла. О том времени вспоминать не любит. Говорит, было тяжело. Войну встретил подросткам. Но на возраст тогда никто не смотрел. Старался быть полезным, чем мог. Работал из последних сил. Знает цену каждому куску хлеба. Поэтому радуется расширению пахотных земель в области сегодня и обновлению техники. Технику же купили, сход же купили. Мы за 4 месяца этого года уже выполнили план прошлогоднего года по технике. За 4 месяца уже все выполнили, все планы. По количеству техники. Ну, молодши, да. В знак памяти и уважения Денис Паслер ручает цветы и делится праздничным настроением. Всех красавиц собрали в одну палату. Как здоровьтесь? Как здоровьтесь? Нормально. Заботятся, лечат? А? Заботятся, лечат? Лечат, хорошо лечат. Хорошо лечат? Ну и снова. И кормят хорошо. Довольные. И лечат, все довольные. Сейчас здесь проходит лечение 11 оренбургских тружеников тыла и двое участников Великой Отечественной войны. Губернатор поздравил ветеранов и пожелал им скорейшего выздоровления. Песни из прошлого, мелодии военных лет. В Оренбурге состоялся праздничный минор-концерт, посвященный Дню памяти и примирения. Легендарные произведения в исполнении Камерного оркестра Оренбургской областной филармонии в обновленном парке «Салют Победа». Анастасия Кубатко продолжит. След войны через призму восприятия музыкантов. Знаменитые песни военных лет оренбуржцы узнают с первых нот. Слов, как следствие и солистов, в большинстве произведений нет. Да они и не нужны. Ведь здесь скорее поет не голос, а сердце. Все песни, все музыкальные произведения, которые сегодня прозвучат, они не будут праздничными. Они действительно будут скорее памятными и будут адресованы тем людям, которым не посчастливилось вернуться домой с полей сражений Второй мировой войны Великой Отечественной. Знаменитые журавли, на безымянной высоте, последний бой. Песни на то и минорного концерта. Сегодня здесь оживают десятки произведений, порой грустных, щемящих, но настоящих. Будут сочинения, которые не совсем часто исполняются, такие как «Глиер», например, «Гимн великому городу» или «Музыка Уильямса» к фильму «Список Шиндера». У меня близки слезы к глазам. Мы в себе храним этот праздник как память о наших родителях, о тех, кто одержал эту память. Концерт очень великолепный. Вот приехали сюда с родственниками. Это все-таки память. Это трогает душу. И мы помним о наших предках. Мы чтим это. И чем дольше мы их помним, тем дольше мы остаемся добрее. Сразу после возложения цветов к вечному огню. Сотни алых цветов, как пламя вечной памяти и скорби. Анастасия Кубатко, Владислав Горбунов. Новости дня. В этот день принято вспоминать героев, которые своим трудом и подвигом завоевали победу. С каждым годом тех, кто пережил все тяготы военного времени, к сожалению, становится все меньше. О том, как после пережитого жить долго и не унывать, нашей съемочной группе рассказал ветеран Великой Отечественной войны Алексей Никифорович Мазаев. 19.04 будет 9 августа. Алексей Никифорович – ветеран Великой Отечественной войны. С первых минут он удивляет своей по-детски жизнерадостной улыбкой. Говорит, что это и есть секрет долголетия. В армию его призвали в 1944 году. Попал в запасной стрелковый полк. Училище находилось в деревне Алкино, в Башкортостане. Условия обучения приближенные к боевым. По 20 часов тренировок и стрельб в поле в любую погоду, днем и ночью. Рассказывает, что повоевать так и не успел, но лишение 40-х испытал сполна. Я в 13 лет пахал, он плух держал. На лошадях, не на лошадях, а на коровах, на быках. Работали-то. Так и жили. Бились. Лебеду молотили, доели. Лепешки. Пережили горе много. День Победы ему пришлось встречать в госпитале. Голодные солдаты только там увидели кусок хлеба. После демобилизации Алексей Никоперович снова начал работать. Сначала поднимал сельское хозяйство. Он, как никто другой, понимал, что нужно накормить людей. Я приехал. Начал работать опять. На тракторист выучился. На тракторах гусеничных работал. Пахать над землей. Уже 47-й год, 48-й. Опять трудились. Чужие. Ноги целые, руки целые. Ходил. Все. Маленько стали кушать и готовить. Все. Огородик свой. Кормились. Маленько проваляться стали. Отошел. Постепенно стал привыкать к мирной жизни. Женился. Родились трое детей. Семья переехала в Ташкент. Работала на текстильном комбинате водителем. В 40 лет семья снова вернулась в Степной край. Устроился пожарно-военизированный отряд. Водителем спецпоезда. Там продолжал работать даже 7 лет после пенсии. Говорит, пока есть силы, нужно трудиться. Каждый день. И делать добрые дела. Всегда улыбаюсь. Ни с кем я не спорю. Никогда. Живу так вот свободно. Ольга Энгель, Семен Воробьев. Новости дня. Воевал от Смоленска до Маньчжурии. Получил два ранения. А потом всю жизнь работал комбайнером. Следующий наш материал посвящен еще одному герою Великой Отечественной. Николаю Степановичу Воробьеву. В августе ему исполнится 98 лет. А накануне с ветераном встретились мои коллеги. Когда началась война, 18-летний Николай Воробьев учился на курсах механизации сельского хозяйства. В один из выходных вернулся домой, где его ждала повестка. Так Николай Степанович сначала оказался в Костроме, после под Ржевом. Во время войны он был связистом. Порвется связь и бежишь. А там бомба упала, допустим, я раскидал их в разные стороны. И ходишь, и ищешь концы. С одним концом ты пришел, там какую-нибудь палочку поставил, привязал. А второй конец надо найти среди сотни проводов. Своё первое ранение Николай Степанович получил в один из моментов, когда налаживал связь. Он пытался укрыться, но его настигла немецкая авиация. Спекировал, и на очередь дал, и мне колено прострадило. Пуля прошла прям по счастливой, как говорится, под чашечкой. Второе ранение Николай Степанович получил во время спецоперации. Пуля задела лопатку. В одном месте никакого покоя не давал снайпер. Вот надо было узнать, где этот снайпер сидит. Вот меня выбрали на эту приманку. Победу Николай Степанович встретил в Германии. Вместе с однополчанами с нетерпением ждал отправления домой. Но вместо этого попал на фронт в Маньчжурии. Вернулся домой только в 1947 году. Свою жизнь связал с сельским хозяйством, работал комбайнером. Сложилась и семейная жизнь. Со своей женой Николай Степанович был счастлив в браке почти 60 лет. Вместе они воспитали трех дочерей. И каждое 9 мая к Николаю Степановичу приезжают его внуки и правнуки, чтобы поздравить своего героя. Мария Фирсова, Йоргий Бурлуцкий. Новости дня. 9 мая 1945 года. Каким был этот день, знают только они, участники Великой Отечественной войны. Хабибулла Ахмедович Байтеев шагал фронтовыми дорогами. Испытал боль и утрат, но по-прежнему подает окружающим пример жизнелюбия. Хабибулла Ахмедович принял боевое крещение под Киевом, в боевах Чехословакии, Австрии. В эти майские дни воспоминания о военном прошлом посещают все чаще. Когда пасили в реку Одер под городом Кюбин, вот там я пленил немцев, которые расстреляли переправу. Двое их. Ребята мои погибли. Двое – сержант и старший сержант Абрамов, которые я вытащил из-под расстрела снайпера. Снайпер их пристрелил. Потерял товарищей. Это горе. За мужество, проявленное в ходе Одерской операции, Хабибулла Байтеев был награжден орденом Ленина. За другие боевые заслуги – орденами Отечественной войны, первой и второй степени, медалью за отвагу. Победу он встретил в Праге. До возвращения домой служил личным водителем маршала Конева. С автомобилями связана его профессиональная жизнь. Он трудился водителем и механиком в автотранспортном подразделении общества «Газпром добычи Оренбург». Ветеран давно на заслуженном отдыхе, но все так же в строю. Душевные силы он дарит семье. Выдержка. Вот это качество, которое я ему благодарна. У меня тоже такая же выдержка есть. На все вопросы знает ответы и делает все лучше всех. Великой души. Прям души, ну не знаю, ничего ему никогда не жалко, ни для кого. Что очень он очень, кстати, вот для своих лет он очень активный, знаете, такой задорный. Накануне 9 мая ветеран приехал с родными в сквер Победы, поселка Ростоше. Возложил цветы в память о боевых товарищах. В 2016 году, когда газодобытчики открыли здесь музей под открытым небом, он зажег вечный огонь. Ветеран поддерживает связь с коллегами. До пандемии участвовал в патриотических мероприятиях. Ну настроение, конечно, высшее. Рад все это сделать. Очень доволен. Это же исторически постарались сделать для нас это. Война окончилась теперь весь. Ребята радуются, как они растут. Чтобы горе не видели больше. Чтобы не было войны. Хабибулла Ахметович в свои 95 вводит до сих пор автомобиль. Готовится к очередному удачному сезону. Вся его жизнь – движение. Сила духа, стойкость, непоколебимая вера в будущее. То, что демонстрирует нам поколение победителей сегодня. Наталья Мороз, Денис Арбаев. Новости дня. Ко дню Победы газовики выполнили работы по техническому обслуживанию мемориалов «Вечный огонь» на территории области. Все подробности далее. Специалисты компании «Газпромгазораспределение Оренбург» в рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память» выполнили работы по техническому обслуживанию газового оборудования на 19 мемориальных комплексах «Вечный огонь» в городах и районах Оренбуржья. Газовики проверили герметичность всех соединений из опорной арматуры, техническое состояние газопроводов и оборудования, которое обеспечивает газоснабжение объектов «Вечного огня», очистили газогорелочные устройства от мусора и отрегулировали высоту пламени. «Техническое обслуживание мемориалов «Вечный огонь» проводится сотрудниками нашей компании ежегодно. Это наш вклад в сохранение памяти о героических подвигах участников Великой Отечественной войны». Ежегодная всероссийская акция «Священный долг. Вечная память» проводится группой «Газпромгазорегионгаз» 2015 года. В рамках акции «Газораспределительная организация группы» в канун Дня Победы 9 мая проводят в регионах присутствие техническое обслуживание газового оборудования мемориалов «Вечный огонь». Также выполняются работы по реконструкции памятников, газификации и переводу мемориальных комплексов с временного газобаллонного снабжения на постоянное сетевое. На этом все. Редакция телеканала ОРТ еще раз поздравляет оренбуржцев с великой победой. В наших силах сделать так, чтобы память о подвиге всего советского народа жила вечно. Всего доброго и хорошего вам вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова